Здоровушки! Давненько на канале не было... Ах, точно, это видео начинается не так. Здоровушки, тут на днях случилась беда. Ютуб посчитал, что я мошенник, спамер, я ввожу людей в заблуждение и запретил мне проводить стримы вплоть до 30 сентября. А потому предлагаю подписаться на мой второй канал, ссылочка в описании, там будут проходить почти ежедневные стримы в 22.00 по Москве. Присоединяйся, будет весело, ну а сейчас поговорим о ведьмаках. Как нам всем известно, ведьмачье ремесло – неблагодарное дело. И причина тому вовсе не в том, что каждый норовит тебя назвать выродком, мутантом или еще каким-то крепким словечком. И даже не в том, что за полкроны ты должен убить волкалака или катакана, и спив один, а может и больше, из этих отвратных ведьмачьих эликсиров. Но так было далеко не всегда. Когда-то, давным-давно, когда мир только тронулся с места, необходимость в касте людей, что специализируется на убийстве чудищ, была необычайно высока. Ибо ужасные создания не давали человечеству спокойно развиваться и осваивать новые земли. Годы усердных исследований и экспериментов увенчались успехом. Изобретены сильнейшие мутагены и эликсиры, способные приумножить человеческие силы. Люди, успешно прошедшие мутацию и обучение, стали зваться ведьмаками. Работой для онных был непочатый край. Зачистка земель от всякого рода жути шла полным ходом. Численность модифицированных наемников росла. Стали образовываться ведьмачьи школы, где под чутким руководством опытных наставников обучались еще совсем юные ведьмачки. Со временем такое рыбение в борьбе против чудищ привело к тому, что некоторые виды были на грани исчезновения, а иные и вовсе истреблены. Численность особо опасных тварей значительно упала, а вместе с ней и количество заказов на их убиение. Нехватка работы, а следовательно денег, подстегнула ведьмаков, чей моральный компас был сбит, к смене деятельности. Отныне они убивают на заказ отнюдь не чудищ. Пример тому ведьмак Лета из Гулеты или ведьмачья школа кота. Такое поведение ополчило люд против всех ведьмаков, и общими усилиями ведьмачьи крепости пали под натиском разгневанной толпы. До наших дней дожило не так уж и много ведьмаков, но даже им найти работу после такой-то чистки рядов не так уж и просто. Народ научился бороться с некоторыми из чудищ, а с кем-то даже и уживаться по соседству. Но случаются и из ряда вон выходящие ситуации. Такие как та с королевским грифоном, о которой я рассказал в предыдущем видео о ведьмачьем мире. События серии игр проходят на закате ведьмачьей эры. Пройдут года, и их не останется вовсе, ибо мутагены и способы их применения для превращения давно утрачены. Я, как и многие из вас, желаю вновь погрузиться в мир ведьмака. Только не в этот изученный вдоль и поперек, а в совершенно новый, где ведьмачье ремесло еще не успело утратить былую востребованность, когда ведьмаки пачками обучались и выпускались из школ в огромный мир ради благой цели. Да, в такой игре не будет места ни одному из известных нам героев. Ну, разве что, одному, ну или двум. Если ты понял, о ком я, то напиши их имена в комментарии под этим видео. Жаль. Но нам ничего не известно о разработке Ведьмак 4. И вообще будет ли она? Но если будет, то я жду историю, если не в самый цвет ведьмачьего ремесла, то хотя бы у его истоков. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что тебе понравилось. Ставь лайк, подписывайся на канал и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok